это пространство любви расширение смерти энергии энергия которая наполняет пространство и от того насколько мы умеем понимаем насколько важно это для нас насколько мы умеем открыть свое сердце для любви настолько мы гармонично способны существовать в этом мире и поэтому сегодня наша задача наша работа будет направлена как раз на то чтобы все настроиться через графическую горечка извините пожалуйста добрый день будьте добры погромче не слышно ничего это оля не слышно вообще никак я уже вчера у олечки проверяла а что я могу сделать где можно усилить может быть звук как-то и не может быть нам я вас хорошо слышу вот сейчас чуть чуть ближе подвинулись скорее всего к ноутбуку либо компьютеру и стало лучше слышно вы меня хорошо слышите да да хорошо вот сейчас когда вы еще чуть чуть ближе к компьютеру вообще хорошо слышно хорошо замечательно тогда я буду стараться стараться так говорить чтобы можно чтобы вы меня хорошо слышали потому что я думала что может быть где-то можно усилить звук но я нигде не вижу и не понимаю значит хорошо дорогие мои так вот я сегодня их зову вас такую практику и с помощью нейролинии мы будем настраиваться на энергию любви наполнять себя свое сердце и направлять эту свою любовь в мир и так давайте сейчас с вами сонастроимся со своим телом потому что нейрографика это практика где мы все время держим фокус внимания на своем теле на своих чувствах эмоциях и также мыслях и поэтому пожалуйста сейчас сядьте поудобнее доставьте ножки на пол так чтобы вы чувствовали ногами полностью стопой чувствовали пол пяточками чувствовали пол выпрямите спиночку можете себя потрогать так чтобы войти в контакт со своим телом можно чуть-чуть себя так прохлопать сделать пару вдохом и пару выдохов представляем что вы вдыхаете любовь на вдохе в любовь на выдохе радость вдыхаем любовь выдыхаем радость пожалуйста со на струйтесь вдыхая любовь вдыхая любовь Выдыхаем радость, выдыхаем его, выдыхаем радость. Делайте еще несколько вдохов и выдохов, вон, насколько, сколько вам необходимо. Делайте, пожалуйста, перед собой листочек бумаги, на котором вы будете сейчас рисовать. Итак, Маша, я прошу вас дать мне обратную связь, хорошо ли видно пространство листа? Или кто-нибудь? Да, хорошо, я вижу. Хорошо, да? Может быть, кому-то неудобно, если что, говорите. Да, потому что я у себя вижу, но я не знаю. Если так, хорошо. Тогда, дорогие мои, да, слушаю. Листика А4 как лучше, вдоль или поперек? Вот смотрите, у меня лежит вот так. Поперек, да? Поперек, сегодня мы работаем поперек. Сегодня наша работа, если мы в прошлый раз в вертикальном формате работали, потому что мы брали с вами алгоритм вертикального роста, вертикального развития, то сегодня мы работаем в горизонтальном формате. У нас в нейрографике очень немного алгоритмов в вертикальном формате, в основном мы работаем в горизонтальном формате, и сегодня наша работа тоже будет в горизонтальном формате. Итак, давайте сейчас, дорогие мои, сделаем сонастройку с полем для того, чтобы войти в нашу практику, и наша практика была успешной и благополучной для вас. Итак, разогреваем сейчас ладошки. Размещаем ладошки над поверхностью нашего листочка бумаги и выражаем намерение. Все, что я нарисую, пусть будет во благо мне, моим близким, всем живущим на планете Земля и в мироздании. И пусть мой рисунок распакуется легко, свободно, в наилучшее для меня время, с наилучшей для меня скоростью, лучше всего во сне. И открываем пространство. Берем с вами сейчас тот маркер, которым вы будете рисовать. И сейчас в середине листочка формой сердечка мы рисуем себя. Это сердечко символизирует вас. Нарисуйте так, чтобы мы могли еще вокруг него нарисовать как минимум два сердечка. Но сейчас мы нарисовали себя. И сейчас заходим на наше сердечко. И против часовой стрелки нейрографируем. Это значит, проходим нейрографической линией для того, чтобы наш рисунок вписался в нейронный контур нашего мозга. Мы утверждаем, что это я. Дорогие мои, любовь начинается с любви к себе. На этот счет существует много разных мнений. Но если мы не любим себя, если наше сердце не наполнено любовью, нам нечего будет отдать. Поэтому именно любовь к себе позволяет наполнить свое сердце, свой резервуар внутренним цветом и дарить этот цвет другим. Поэтому сейчас с помощью нейрологии, мысль мы ведем через нейрологию, мы начнем наполнять вот это наше сердечко, которое символизирует наш образ, образ я, наше сердце, наше любовь. Я направляю нейролинией и думаю о том, что я наполняю свое сердце любящей добротой. И провела первую нейролинию. Можно эту нейролинию пройти еще разочек и усилить эту мысль. Я наполняю себя любящей добротой. Я наполняю себя способностью видеть красоту окружающего мира. Вот все, что вам придет сейчас в голову относительно того, чтобы наполнилась ваше внутреннее резервуар любовью, можете это завести через нейролинию. Все, что вам сейчас придет в голову. Я позволяю отдыхать и радоваться жизни. Я позволяю себе отдыхать и радоваться жизни. Да будет мне легко и спокойно. Да наполнится мое сердце легкостью и спокойствием. Да буду я счастлива и благожелательна в себе и миру. Да буду я счастлива и благожелательна в себе и миру. Да наполнится мое сердце благодарностью. Да наполнится мое сердце благодарностью. Да буду я внимательно к своим потребностям. Да буду я внимательно к своим потребностям. Ну вот у меня как бы наполнилось мое вот это сердечко нейролинией. И каждая нейролиния наполнена определенным смыслом. Через каждую нейролинию я провела определенную мысль. И сейчас, получив несколько пересечений этих линий внутри сердечка, по краям, там где соприкоснулась нейролиния, вы видите, что я работаю внутри только сердечко, поэтому на выходе, на подходе нейролинии к линии сердца тоже образовались уголки. Где-то один уголок, а где-то два. И сейчас наша задача с вами нашу историю сладить. Это значит сделать округление там, где есть острые уголочки. Я напомню вам о том, что острые уголочки вызывают в нашей нейронной сети напряжение, опасность. И для того, чтобы снять напряжение нейронной сети и сделать движение энергии мягким, спокойным, мы с вами выполняем практику скругления или сопряжения. То есть энергию на пересечении линий мы переводим с одной линии на другую очень мягко с помощью округления. Я сейчас прохожу еще раз по этим линиям, думаю о своей любящей доброте, о способности видеть красоту мира, заботиться о себе, обращать внимание на свои потребности, о своем спокойствии. еще раз прохожу по этим нейролиниям. И напомню вам о том, что проходить по нейролиниям несколько раз не только можно, но и полезно, потому что прохождение по нейролиниям наполняет энергией. И наша задача напомнить сейчас энергией любви вот этот наш символ, символ сердечка, символ любви, символ любви к себе. И когда у меня вот этот этап работы завершен, когда я чувствую, чувствую, у меня прямо сердечко припещет, чувствую, что любовь наполняет мое сердце, вот прямо округляйте и ходите в своем сердечке до тех пор, покуда у вас не возникнет внутреннее ощущение, что вы наполнили энергией любви свое сердце. И вы сейчас находитесь в состоянии готовности поделиться, поделиться любовью, поделиться добротой, благодарностью, счастьем своим, благожелательностью, готовы поделиться с другими. и я сейчас захожу и на расстоянии примерно примерно два, может быть, полтора сантиметра от вот этого сердечка рисую еще одно. Я как бы расширяю пространство сердца, захожу и тоже его нейрографирую нейрографирую, нейрографирую, и это пространство сердца, которое гораздо больше моего, это то пространство, где находятся мои близкие, и их сердца, и в их сердца я сейчас буду направлять любовь, доброту, счастье. и я в первую очередь рисую сейчас вот в этом вот в этом сердечке, которое находится между моим сердечком и другой линии сердца, я рисую сейчас маленькое сердечко, и представляю, что это сердечко моей дочери, и я направляю в ее сердечко доброту, любящую доброту и благодарность. Покругляем уголочки, представляю внутренний, на внутреннем экране мою девочку и радуюсь тому, что я могу направить ей частичку своей любви. А вы представляете, кому вы хотите направить сейчас свою любовь. Я в первую очередь направляю любовь своим детям. И второе сердечко я направляю своему сыну любовь. Я направляю ему свою любящую доброту и радуюсь тому, что я могу поделиться со своим взрослым сыном своей любящей добротой. Меня сейчас переполняют очень теплые чувства. я смотрю и направляю свою любовь своей сестре. Я прямо вот так беру линию со своего сердечка и продолжаю эту линию на сердечко моей сестры и мысленно направляю и через нейро линию направляю мыслью любовь своей сестре. и благодавность и любовь своей сестре. не очень хочется направить любовь своей старшей внученьке. Я рисую еще одно сердечко и снова захожу в свое сердце и провожу любовь свои внученьки свои старшие внученьки и думаю о том, что у меня есть еще одна внученька и младшенькой внученьке я тоже с большим удовольствием и радостью рисую сердечко. сердечко моей внученьки отправляю любовь из своего сердца в сердечко своей внученьки. И чувство радости и какого-то внутреннего света наполняет меня. Я округляю каждый уголочек чтобы эта любовь пошла мягко ласково и любящей добротой пускай наполнится сердечко моей младшей внученьки. И конечно же у меня есть любимый внучок сердечко значит следующее сердечко я нарисую для него и направлю свою любящую доброту моему внуку по мере того как развивается моя любовь моих внуков наполняет и становится тепло и уютно следующее сердечко я отправлю своему драгоценному супругу и направлю ему любовь спокойствие любящую доброту и благодарность знаю за что я его хочу поблагодарить за детей за внуков за жизнь совместную сейчас мне пришла идея наполнить и отправить любовь своим родителям я знаю что они уже в другом мире но для энергии нет разницы земного воплощения они или другом я сердечно хочу их поблагодарить за жизнь которую они даровали мне и направить свою любящую доброту одну минуту я вас оставлю я хочу чтобы Продолжение следует... Продолжение следует... Поставьте плюсики в чат, если вы успеваете работать в том темпе, в котором я веду сейчас работу. Спасибо, Оля. Так, и вторая. Так, хорошо. Хорошо. Спасибо, мои дорогие. Я вижу, что вы успеваете. И поэтому сейчас, если у вас еще есть идеи по поводу того, кого поблагодарить в самом близком круге во втором сердечке, вы можете еще продолжить работу. А я сейчас иду на третий, на третий сердечко. Расширяю пространство любви моего сердца. Захожу сейчас и нейрографирую. Сначала нейрографирую. Вживляю в нейронный контур мое сердечко. Очень важно. Не просто нарисовать линии, а обеспечить вживление в нейронный контур. Пройтись по нейрографической линии, чтобы наш мозг принял эту линию как безопасную для себя. Итак, мы с вами еще чуть-чуть расширились, расширились еще на одно сердце. И когда мы направили свою любовь из своего сердца своим близким, мы можем направить эту любовь и дальше. Мы можем заполнить этой любовью наших ближайших не родственников, а просто друзей, знакомых, людей, которым мы хотим сейчас направить свою любовь. И первое, что мне пришло сейчас, я хочу направить эту любовь в первую очередь вам, мои дорогие друзья, кто сегодня рисует вместе со мной нейрографику. Вот все, кто сегодня у нас в нашем кругу рисует нейрографику, и те, кто, возможно, еще будет рисовать ее вместе с нами в записи, Я направляю из своего сердца, я направляю любовь к вам, мои дорогие, любовь и свою любящую доброту. А с другой стороны, своего сердечка, я сейчас рисую еще одно сердце и направляю эту любовь. Если я вам направила, я подумала, что я не имею права, что я очень хочу направить любовь в УЗВ. Потому что благодаря университету Золотого века вы сегодня рисуете со мной нейрографику. И я веду вас в этом процессе, как инструктор нейрографики и эстетических клочек. Потому что именно с УЗВ началось мое обучение профессиональной нейрографики. И я благодарна этому учреждению, людям, которые сделали возможным встречи с людьми другими, которые и подвигнули меня к тому, чтобы учиться, изучать нейрографику серьезно, пойти на обучение этого курса. Я отправляю сейчас свою любовь, благодарность УЗВ. Я отправляю сейчас любовь и благодарность всем людям, которые рисуют со мной нейрографику в других местах. Не только в УЗВ, а в разных местах нашего огромного земного шара. Я отправляю им свою любовь и благодарность за то, что они выбрали меня, что они доверились мне, что они ценят эти знания, которые приходят с нейрографикой, ценят этот опыт. И подарили мне очень много счастья и радости. И я им отправляю очередное сердечко. А следующее сердечко я отправлю детям, с которыми я работаю. И направляю свою любящую доброту этим совершенно очаровательным маленьким человечком с большим-большим сердцем. Так, как умеют радоваться дети, так, как они умеют быть благодарными, нам с вами, дорогие мои друзья, можно чему поучиться. Их непосредственности, их любящей доброте, их благородству, их удивительной щедрости, их умению радоваться жизни, удивляться всему, творить. И я направляю свою любовь, благодарность за то, что у меня в жизни есть это общение с совершенно бескорыстными, чудесными детьми. А следующее сердечко я нарисую для сотрудников компании нашей маленькой образовательной Мэри Коппинс. И направлю моим коллегам, педагогам, воспитателям свою любящую доброту и сердечность. И пусть их жизнь все складывается в самом наилучшем образом. Пожелания, счастья, легкости, спокойствия, уверенности. И следующее сердечко я направлю своим учителям. И оно у меня прямо вот вырастает, прямо до большого сердечка, которое прямо вышло на уровень близкого окружения. Я направляю свою любовь учителям. И сейчас думаю о том, что учителя это самые близкие люди. И не случайно это сердечко у меня вышло, я улыбаюсь сейчас, радуюсь тому, что оно у меня вышло прямо на сердце близких людей. И это правда же, что учителя очень близкие люди. И у меня много очень хороших учителей в жизни было. Я богата на этих людей. Мир был щедр и теперь щедр учителям, потому что мы всю жизнь учимся. И каждый из нас учитель для другого. И я сейчас искренне с величайшей добротой и теплотой направляю из своего сердечка еще раз пройдусь по этой линии. И сделаю ее такой прочной линией связи своего любящего сердца с сердечком моим учителям. И тут мне приходят всякие мысли, конечно же, о моих учителях. И хочется мне в это сердце добавить еще линии от своего сердца. И я добавлю ее. В нейрографике, если хочется, то можно. Павел Михайлович всегда говорит, если хочется, то можно. Это я сейчас о Павле Михайловиче Пискареве, авторе метода нейрографика и своем учителе. Благодарю. И это линия любви к нему сегодня. Если вам еще приходит кто-то из дальнего окружения, из более далекого, чем родственники, рисуйте здесь сердечки и направляйте свою любящую доброту этим людям, возможно, коллективам. И я сейчас подумала о том, что я долгое время работала в нашем университете имени Янки Купалы. И много людей, с которыми меня свела судьба и многому научила за этот период времени. И вот это сердечко сегодня с моей любящей добротой для всех, с кем мне посчастливилось жить и работать, могу на долгий период своей профессиональной деятельности в нашем университете Гродненском. Это сердечко для них. А вот здесь у меня идет мысль о том, что я направляю сейчас свою любящую доброту своим друзьям. Сейчас подумаю о тех друзьях, которых я встретила, с которыми живу. И сейчас я направляю любовь и благодарность своим друзьям. И пусть их сердца наполнятся любовью и любящей добротой. Пусть им будет легко и спокойно. Легко и спокойно. И еще одну линию направлю я от себя, своим друзьям. Легко и благодарность. А еще я нарисую одно сердечко вот здесь. И пусть это сердечко символизирует у меня силу моей любви и благодарности к людям, которые каким-то тем или иным образом повлияли на мою жизнь. И я сейчас направляю эту любовь, я знаю, кому. Я знаю, кто так повлиял на мою жизнь, что я готова направить с большой, большой благодарностью силу моей любви и доброты этим людям. И их много в моей жизни случилось. И я усиливаю линиями это сердечко и направляю поток любви от своего сердца к этому сердечку всем людям, которые определенным образом повлияли на мою жизнь. И дали мне очень много. Ну вот как-то так. Как у вас, друзья мои? Как у вас работа идет? Так, я вижу, что... Оношко здесь. Надо притенить окошко. Все ли у вас в порядке? Успеваете ли вы двигаться за мной? Поставьте, пожалуйста. Поставьте, пожалуйста, единички в чат, если все хорошо у вас. Вот кто-то уже плачет. И это да, это да. Ага, вижу ваши единички. Благодарю вас. Да. Отправить любовь и любящую доброту другим. Это еще тот труд, который слезы вызывает и очень глубокие переживания. Поэтому в нейрографике всегда нужно иметь рядышком водичку, напомогать себе. дышите, дышите, дышите и идем дальше, мои дорогие. Дышим и идем дальше, мои дорогие. Расширяем еще раз, еще раз свое сердце. Расширяем его сейчас до размеров Вселенной. Мы сейчас заходим в свое сердечко, проходим либо новыми линиями, либо можете пройти по тем линиям, которые у вас есть, и направьте свою любящую доброту всему миру. И сделайте это несколькими нейролиниями, расширяя свое сердце в пространство до края вашего листочка. Расширяйте и направляйте доброту, любовь, благодарность. И да будет всем в этом мире спокойно, легко, и да будут все счастливы, и да наполнится их сердца теплом, пусть наполнится их сердца любовью, пусть наполнится мир гармонии, пусть наполнится мир светом, пусть наполнится мир добром. И я сейчас расширила свое сердце до размеров вселенной. Я направила любовь, тепло, благодарность, мир, свет, пространство всем живущим на планете и в мироздании. и сейчас по закону взаимообмина я беру и линию, смотрите, я сейчас захожу, посмотрите, обратите внимание, я сейчас захожу с края листа бумаги и направляю энергию любви к себе. и почувствуйте, как поток света, любви из мира направляется в ваше сердце. Мне даже голова кружится стало. Вот несколько линий, нейролиний, нейролиний, направьте, пожалуйста, с окружающего мира по направлению к себе, к своему сердечку. Сделайте этот взаимообмен. Я направляю, я отдаю и я принимаю. Я отдаю и я принимаю. Я наполняю и я наполняюсь. Я благодарна и неблагодарна. Прочувствуйте эту мудрость вселенной. Этот поток никогда не прекращающийся. Поток принятия и отдавания. И есть и наши каналы чистые. И мы принимаем и отдаем. Мы здоровы, мы счастливы, мы радостны. У нас все складывается и получается. Дорогие мои, нейрографика здесь нам в помощь для того, чтобы вспомнить об этом, для того, чтобы подумать и направить в мир свою любовь. подумать, почувствовать и принять в себя потоки вселенской любви. сглаживаю историю свою своей любви, своей благодарности, историю принятия и отдавания, добавляю нейролинии, соединяю свою историю с миром. вот сейчас, дорогие, посмотрите, история сердечка это наша история с вами, а нейролинии, которые идут от вашего сердца в пространство и направляются из пространства в ваше сердце, это линии, которые соединяют нас с миром, со вселенной, с природой, с мирозданием, с другими культурами, с другими эгрегорами и наполняют нас и мы наполняем их. Мы единый поток. что мы являем миру, что мир являет нам. Мир это то зеркало, которое отражает наше я, наше состояние. И если мы в гармонии, в любви, в спокойствии, в равновесии, в благодарности мы отдаем эти качества в них и эти качества нам возвращаются. добавляем еще несколько минут. Беру сейчас чуть-чуть потоньше линер. Хочу взять потоньше линер для того, чтобы добавить более тонких линей. Сегодня мне хочется добавить более тонких линей. И направить энергию от центрального сердечка своего сердечка еще усилить его чуть-чуть тоненькими линиями, тоненькими ручейками, капиллярчиками. Наше сердце соединило с миром через множество капилляр. я сейчас направляю несколько линий потоки от своего сердца в мир и несколько линий направлю в потоке из мира к себе. наш рисунок сегодня имеет такую центрированную композицию как мандала. Мы идем от себя к миру и возвращаемся в мир. Взаимообмен, радость общения. радость взаимодействия, радость возможностей подарить людям любовь и принять это качество из мироздания. Принять эту энергию, созидательную энергию, животворящую энергию, наполниться этой энергией. В том объеме, в том количестве, которое вам необходимо. Ориентируйтесь сейчас на себя, на то, как чувствует себя ваше тело. Как эмоции какие, какие мысли, какие воспоминания поднимаются вместе с потоком нейролинии. Побудьте в этом потоке, отдайтесь этому потоку. взаимодействуйте с этими линиями, с этими энергией. на то, что это Продолжение следует... 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 И постепенно могу раскрывать этот цвет на следующих уровнях. А следующий уровень у нас с вами уровень нашего близкого окружения, следующий уровень более далекого окружения, друзей, знакомых, людей, которые повстречались на вашем пути, кому вы сегодня направляете свою любовь и доброту. И отправляемся в мир. Кстати, я совсем забыла вам сказать о том, что в окружающем нас пространстве, если так складывается рисунок, что мы видим где-то ресурсы, то мы их можем закрыть в кружочек. Вот точно так же, как мы делали с вами это в предыдущем алгоритме нейродрева, там, где нам линией являет дугу, мы можем эту дугу дорисовать до круга. Потому что наш мозг даже четверть, даже треть дуги дорисовывает до круга. Покуда у нас линия, это свободно текущая энергия. Как только мы ее закрываем в круг, мы ее оформляем в ресурс. И этот ресурс начинает работать и наполнять вас. Поэтому посмотрите, обратите внимание на то, есть ли у вас в окружающем пространстве такие элементы, как дуга, которую можно дорисовать до круга. И если такие элементы есть, можете совершенно спокойно довести их до круга ресурса. И смотрите, обратите внимание, иногда линии идут так, вот как в этом случае у меня, вот здесь, вот в этом кружочке. Он у меня лег между двумя линиями, одна линия дуга и другая линия дуга. И круг так плавно, мягко сюда вписался. Но посмотрите, обратите внимание на тот факт, что в этот круг не зашла ни одна линия. И это говорит о том, что он останется для вас нераскрытым, нераспакованным в нейрографике, говорят. Ресурс нераспакованный. Для того, чтобы он распаковался, нужно зайти на линию близлежащую и зайти, пройти по этому кругу нейролинии. Одной или несколькими. И тогда вот эта нейролиния, которую вы заводите внутрь круга, дает вам возможность его раскрыть, распаковать. Он начинает этот ресурс на вас работать. И вы можете спросить, а как он работает? Я вам скажу, однозначного ответа на этот вопрос нет, потому что для каждого человека, рисующего нейрографику, ресурсы распаковываются по-разному. Кому-то какое-то откровение может прийти во сне. Кому-то может какая-то информация прийти, может быть, через социальные сети. Может быть, через книгу, которая вам попадется, и мысль, идею, которую вы оттуда подчеркнете. Может быть, какой-то человек встретится на вашем пути, который принесет вам какую-то очень важную информацию по вашей теме. Мысль, идею, подсказку, еще как-то. То есть распаковаться ресурсы у каждого могут очень-очень по-разному. Даже не так, как мы можем себе представить и нарисовать, но они обязательно распаковываются тем или иным способом. В виде людей, событий, обстоятельств, благоприятных для решения вашей задачи. У каждого распаковка происходит в свое время с необходимой для вас скоростью. Поэтому ответ на вопрос «А как?» наблюдайте. Наблюдайте, что происходит в окружающем вас мире, когда вы рисуете на аэрографии. Это всегда очень интересно. Это очень интересное путешествие и общение с самим собой и окружающим миром. А я показала вам сейчас, как можно несколько ресурсов, которые могут появиться в пространстве, нарисовать. И снова возвращаюсь к своему сердечку и продолжаю его наполнять энергией цвета. Соединять свою личную историю с историей коллективной, потому что мы с вами сейчас выходим на уровень коллективного бессознательного. На уровне истории человечества, культуры человечества. Архетип – это культурный феномен, энергетический культурный феномен, к которому у нас есть возможность прикоснуться через нейрографическую линию и цвет. Наша работа сейчас очень глубинная. Мы с вами погружаемся в очень глубокие слои психики на уровень коллективного бессознательного. Я сейчас наполняю цветом. Постепенно направляя энергию цвета от центра ко внешнему контуру, могу идти и в обратном направлении тоже. Если рука ведет и идет, я могу начинать не только от центрального рисунка сердца, но могу идти и от внешнего. Помните о том, что мы сегодня с вами работаем на отдавание и принятие, на то, чтобы энергия любви распространялась в пространстве, заполняла это пространство, и эту энергию мы направляем из своего сердца и принимаем ее в свое сердце. Поэтому, пожалуйста, в работе мы можем идти и от центра листа к краям и можем возвращаться от края листа, направлять энергию в центра, и так, и так, правильно. Отдавание и принятие. Что отдаю, то получаю. Отдавание и принятие. 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 Отдавание. 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 Продолжение следует... Отдаю и получаю. Наполняюсь и наполняю. Отдаю и получаю. 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 Продолжение следует... 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 В это время все, что нас отвлекает в нейрографике, это организованное пространство определенным образом. По-другому его еще называют сопротивление. Если отвлекают, значит изменения идут. Отлично, что вы трудитесь, очень рада. Мне почему-то захотелось в мое сердечко добавить голубого, то я шла в каких-то очень теплых тонах. Красных, желтых, оранжевых. Вот пришло время легкости. И эта легкость пришла через зеленый, такой салатовый, пьянский цвет. Салатовый – это воздух, это легкость. Голубой тоже. Чуть фиолетового появилось. Это интуиции. На сигнале. Не очень хочется какой-то осознанности. Хочется мне чуть больше желтенького добавить. Я его сейчас хочу запустить в своем сердечке, там, где я его наполняла смыслами своими. Продолжение следует... 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 Я, когда начинала рисунок, думала, что у меня сегодня будет какой-то розово-красный. А все-таки он вырулился на многоцветие. В конце концов, все-таки он вырулился на многоцветие. Что ж, значит, так тому и быть. Мой любимый желтый вырулил меня все-таки на многоцветие. Ну вот, я потихонечку-потихонечку двигаюсь к завершению своей работы. Хочется мне еще найти... Ага, вот он у меня есть. Я чуть-чуть хочу еще фиолетового добавить. Вот в этом кусочке. Мне очень важно. Спасибо. 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 И я хочу вам напомнить, что же это такие за волшебные линии поля, о которых мы с вами все время говорим и в которые мы заходим каждый раз, когда работа подходит к завершению. Когда мы выходим из архитипирования, нам нужно сонастроиться с энергией Вселенной. Мы должны нырнуть в глубину нашей психики на уровень абсолюта и синхронизироваться с полем Вселенной. Мы сегодня с вами всю нашу историю про это рисуем. Рисуем про любовь, которую набираем, накапливаем с помощью нейролинии в нашем сердечке, направляем ее в мир и принимаем ее из мира. И у меня уже, я бы сказала, помимо того, что я осознала, что надо линии поля проводить, я уже интуитивно практически их вырисовала. Вырисовала еще тонкими линиями. Напомню вам, дорогие мои друзья, что линии поля – это линии, которые могут повторять те линии, которые у нас есть. Это линии по толщине самые сильные, это линии сонастройки, синхронизации с полем Абсолюта. Это линии, которые мы заводим в нашу работу с помощью, в поддержку, гармоничного развития нашей истории. Сегодня мы с вами рисовали о любви, рисовали о том, что мы ее направляем в мир, направляем к своим близким и не более далеким людям, направляем ее во Вселенную. Так вот, о чем мы сегодня можем попросить? О том, чтобы линии поля донесли наши мысли, наши послания, нашу любовь. Всем-всем частичкам в мироздании, кому мы сегодня ее адресовали. Нашим родным, нашим близким, нашим учителям, нашим коллегам. И да будут они счастливы, и да будут они... Алина, вы скажите, а как мы выбираем, которые линии, линии поля? Может, я что прослушала раньше? Как мы выбираем? Мы смотрим на свой рисунок и где мы видим более как бы сильную линию, может быть. Мы ее можем подчеркнуть, мы можем взять другой цвет для линии поля. А количество их какое-то есть? Количество линий поля у нас... Мы руководствуемся в нейрографике числами Миллера. Пять? Нет, три плюс-минус две. Это значит, что мы можем провести до пяти линий. Но можем провести и шесть, никто не запретит. И посмотрите, вот сегодня у нас такая композиция, которая очень похожа на мандалу, на центрированную композицию. У нас есть свое сердечко внутри, и от него мы разводим вот эти линии потоки. Более такие живые, более плотные линии, более мощные линии в разные стороны. Они как реки, как ручейки, бегущие по планете Земля. Вот так должны распространяться энергетически среди линии поля. Маркер мой весь иссяк. Выберите тот маркер, который хорошо рисует, потому что линии поля нужно чуть толще нарисовать. Обязательно округлить на пересечениях, потому что толщина линии, как правило, даже если вы ведете по готовой линии, которая у вас уже была, за счет толщины у вас образуются острые уголочки. Поэтому нужно обязательно скруглить, привязать, увязать в общую портинку, чтобы эти потоки были в общей нейронной сети. Это вот нейрографику всегда представляйте, как будто бы вы вяжете вещь. Вот если какую-то петельку упустили, значит будет дырка. Вот точно так же и нейрографика. Если вы не связали между собой линии, они дают нам сбои в прохождении вот этой энергии, которую мы направляем. Поэтому обязательно линии поля увязать с линиями, которые нейролинии. И посмотрите сейчас на то, чтобы выделить фигуру фиксации. Можно выделить большое сердце. Можете выделить какое-то из сердечек, если вам что-то очень важно. Мне почему-то хочется сегодня выделить свое сердечко. Вот это меньшее, которое у меня образовалось изначально. И зафиксировать мысль о том, если счастлив и любим, поделись с другими. Я счастлива делиться с другими. Вот об этом сегодня моя фигура фиксации. Я счастлива делиться с другими, любящей добротой, знанием. Я счастлива, когда я могу, имею, что-то отдавать другим людям. Я благодарна вселенной и благодарна людям, которые принимают. И я выделяю сейчас именно свое вот это сердечко. И оно у меня о том, что я счастлива делиться с другими. Вот так постепенно округляю. Линии поля просматриваю. Линии поля просматриваю. Линии поля просматриваю. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...